Пускай! Влад Ванюков учится в шестом классе одной из школ Житьгары. Мальчик рассказывает, что судомоделированием занимается четыре года. Правда, пока победить его кораблям удается редко. Но Влад уверен, что сборка этого корабля, на который он потратил три месяца, все же увенчается успехом. О своем бронированном малом охотнике мальчик рассказывает с особым восторгом. И не зря. Здесь и пушка, и пулемет, все почти как настоящее. Детали брали макфорекс, вырезали детали и склеивали все это вместе. В чем сложность была? В чем сложность? Это получается корпус передать. И там детализировать его побольше. А детализировать что? Это маленькие детали делать. Там пулеметы, люки, крючки, якорь. Надо поставить мотор. Мотор можно раз наставить. Смотря один мотор, можно два мотора поставить. Потом там надо киль поставить, уже руль управления, поставить его ровно, чтобы он был. В областных соревнованиях по судам моделирования участвуют в этом году всего четыре команды. Из Аркалы, Кажетигары и две из Кустаная. Как отмечают судьи, с каждым годом участников становится все меньше. Кружки юных техников закрываются из-за отсутствия кадров и финансирования. Пожилые учителя уходят, а молодой замены им нет. К сожалению, ребята сейчас стремятся более интеллектуально получить. Юристы, экономисты. В техническом направлении, конечно, спад есть большой. Но это, конечно, любому ребенку навыки, которые дают педагоги по техническому творчеству, пригодятся в любом случае. То есть навыки настоящего мужчины элементарно гвоздь забить. В этом году, как отмечают организаторы, для участия в областном слете юных техников приехали будущие инженеры практически со всех городов и районов Кустанайской области. Это больше 50 человек. Авиа- и судомоделисты, а также робототехники представили свои работы на суд строгого жюри. Опытные судьи в течение двух дней будут заниматься отбором тех, кто будет представлять регион на республиканском этапе конкурса юных техников. Завтра подведут окончательные итоги и станет известно, кто же все-таки завоюет такую почетную возможность. Алексей Басарнов и Татьяна Калюжина, РТН. Продолжение следует...